Вчера на рынках наблюдалось падение очень сильное. И давайте посмотрим на эту ситуацию более подробно. Что же делать и куды бечь, и как на этом можно заработать. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но посмотрите, в последнее время рынки росли. И вот сейчас мы видим индекс S&P 500. Вот он последнее время достаточно непрерывно рос. Начиная с апреля, вот если смотреть. Небольшая попытка падения 3 мая произошла. Но она была резко забита, залита деньгами. И рост продолжился. И вот вчера. Что произошло вчера? Вчера было... С 10 мая он начал падать. Так, вот сейчас я немножечко раздвину. Так, вчера было 12 у нас вот здесь. Ну, короче говоря, индекс S&P 500 начал падать. Сначала он падал... С 10 мая началось падение. И за это время он упал. Давайте посмотрим на сколько. Ой. Так. На 4%. Индекс S&P 500. Почему это происходит? Ну, говорят, что в Америке сейчас идет сезон отчетностей квартальных. И не все фирмы далеко отчитываются хорошо. То есть, есть какие-то ожидания. Но у многих фирм есть убытки, что вполне объяснимо. И вот еще один момент. Недавно вышла статистика по безработице, по пособиям по безработице, которая всегда очень важная. И эта статистика была, ну, как бы, хуже ожиданий, причем значительно хуже ожиданий. Чем это вызвано? Смотрите. Ну, во-первых, отчетность. И фирмы дают не очень хорошую отчетность. Есть убытки. И люди начинают выходить в доллар. К чему это привело? Доллар. Вот индекс доллара начал расти. Как раз тоже с 10 мая индекс доллара начинает расти. То есть, доллар начинает расти к основным валютам. Люди уходят в кэш и наблюдается спрос на доллары. К чему это приводит дальше? Дальше это, ну, вот рубль. Рубль с 10 числа начинает тоже, ну, расти не очень сильно, но растет. Вот, в принципе. Вот. И, ну, держится хорошо. Что происходит с нефтью? Давайте посмотрим. Нефть, нефть в последнее время тоже очень сильно росла. И выросла буквально вот с 63 месяц назад буквально. С 63 почти до 70. И если мы посмотрим на протяжении достаточно большого срока. Вот она нефть. У нее максимальный пик был 70 с небольшим. И вот она достигла этого пика. Ну, смотрите. Индекс S&P падает. То есть, энтузиазм падает. И обычно это ведет к падению на всех рынках и на всех инструментах. То есть, нефть начала тоже падать. И вот она дошла буквально до 70, 69 максимум был 94. И она начала падать. Я вчера пытался на этом заработать. Не очень успешно. Но сегодня все наладилось. Вот. Давайте смотрим, что у меня сейчас на рынке нефти. Итак, смотрите. Все рынки падают. Что же делать? И вот здесь как раз, вот здесь как раз на падении можно заработать. И заработать на падении можно исключительно на срочном рынке. Почему? Ну, я уже говорил, что фьючерсы. Когда мы покупаем фьючерсы или продаем фьючерсы, нет кредита абсолютно. Во-первых. Во-вторых, есть ставка на плечо. То есть, смотрите. Когда мы на фондовом рынке что-то берем в кредит, какой-то актив и продаем его. Или не на свои деньги покупаем, то мы платим проценты за использование кредита. А вот на срочном рынке понятия кредита, как я говорил в недавних видео, нет. И поэтому, если мы хотим на этом заработать, то можно зарабатывать исключительно на срочном рынке, что я сейчас и делаю. Ну, во-первых, я зарабатываю статус квалифицированного инвестора на счете жены. Я об этом тоже говорил. И вот, посмотрите. Вот она нефть. И вот за вчерашний день она очень здорово упала. Что же я делал? Ну, я здесь вот активно ее пытался зашортить. Она все время не шортилась, а росла вчера. Вот вчерашний день. 12 число. То есть, я здесь активно торговал. У меня было то плюс, то минус, то плюс, то минус, то плюс, то минус. И вот здесь вот она пошла в падение. Я думаю, ну все, началось. И зашортил. Она опять в плюс. Ну, в общем, вчера у меня получились в результате вот здесь вот. Вот здесь вот у меня в результате получились убытки. То есть, она выросла. И все равно я стоял на шортах. Почему? Потому что, ну, я уже объяснил, индекс S&P 500 падает. Индекс доллара растет. Никуда не денется. Рубль тоже, как бы, ну, если доллар растет, понимаете, индекс S&P 500 падает, то стоимость барреля нефти, ну, неминуемо должна упасть. И, соответственно, вот у меня нефть в шортах. Вот здесь вот видим, да. То есть, я до этого тоже ее покупал, продавал, покупал, продавал активно. Но вот здесь вот я встал достаточно плотно в шорт на вечерней сессии. И уже она снова пошла вверх. Но моя вера в падение нефти была непоколебима. И, в общем, я стоял на своем. Вот здесь вот у меня были убытки. Минус, что-то там, 8 тысяч, что ли, рублей. Вот. Но, тем не менее, я стоял и ждал. Это очень важно ждать, набраться терпения, потому что вот это самое сложное у трейдера. Потому что вот, ну, не может она не упасть. И смотрите, еще один момент. Вот если мы проведем линии, раз касание, два, три, грубо говоря, четыре вот линии. Вот если вот это. После четырех касаний, как говорит Черемушкин, должно быть падение. Вот. Ну, в общем, я поставил на падение. И вы видите, что не ошибся. Сейчас вариационная маржа плюс 11 тысяч. То есть, я вернул все, что я потерял вот здесь. И уже в плюсе, во-первых. Во-вторых, значит, смотрите, что еще происходит. Я решил ускориться, поэтому набрал опционов. Давайте посмотрим на мою позицию. Вот сейчас она вот такая. То есть, если нефть будет падать, то моя прибыль увеличивается. И давайте уберем фьючерсы. Уберем фьючерс. Вот. И смотрим. Вот такая позиция у меня. По опционам у меня тоже идет ускорение. Давайте посмотрим вот сюда. Что это такое? Вот он график, да? То есть, если нефть падает, то у нас вот идет вот сюда. Что это такое? Дельта. Это дельта. Что такое дельта? Дельта – это, грубо говоря, количество фьючерсов. Смотрим на красную линию. Красная линия – это сегодняшняя. И мы видим, что, грубо говоря, количество фьючерсов, если ничего не изменится, с падением нефти у меня увеличивается. То есть, мы будем падать не просто, значит, мои доходы будут расти, но мои доходы будут расти с ускорением. Вот что я хотел сказать. Да, у меня стоят заявки на продажу опционов PUT, то есть, зафиксировать прибыль вот здесь. Но пока они… Я уже несколько раз передвигал их. Они были сначала на 1 с чем-то, потом 1.06 я поставил, потом я поставил на 1.08. Сейчас я на 1.18 поставил этот индекс. Вот. Давайте посмотрим, куда она может упасть. Ну, совершенно определенно она может упасть до 67.42. И здесь надо будет фиксировать прибыль, конечно же. Ну, давайте посмотрим вот на этом графике. То же самое. 67.42. Вот мы видим нижнюю часть ленты Бойлинжера. И, скорее всего, будет здесь, ну, какой-то отскок, если мы посмотрим на дневной график. То вот это будет ровно середина где-то лент Бойлинжера на дневном графике. По-любому, здесь она, как правило, будет колебаться, когда дойдет до середины. И дальше, что произойдет, неизвестно, потому что, как правило, это вот доход до середины – это точка бифуркации. И она может оттолкнуться и пойти снова вверх, а может пойти дальше вниз. Тут уже надо смотреть внимательно, тут уже надо следить. А что у нас с индексом РТС? Давайте посмотрим. А индекс РТС стоит каменно. И он еще не падает. Вот в чем дело. Поэтому, на другом счете, я сейчас перевожу деньги и буду ставку ставить на падение индекса РТС. Потому что индекс доллара, вот он, подрос. И я надеюсь, что он продолжит расти, индекс доллара. То есть, это доллар на международных рынках. Это доллар по отношению вообще к корзине всех валют, не только к рублю. Но, кроме того, USD рубль tomorrow, он уже немножечко подрос. Если доллар растет по отношению ко всем валютам, почему рубль будет держаться, непонятно. И рубль сильно достаточно зависит от нефти, мы знаем. А нефть у нас падает. То есть, я считаю, что рубль упадет. Я считаю, что рубль упадет. То есть, доллар вырастет. Если доллар вырастет, то индекс S&P 500 должен тоже скорректироваться. Ну, вот до 150 он точно должен скорректироваться. Я считаю. Поэтому, я думаю, что здесь я буду зарабатывать. Зарабатывать можно именно на фьючерсах или на опционах. На опционах больше с ускорением можно и зарабатывать, можно с ускорением и терять. Это огромные потери. Но, тем не менее, значит, если рынок падает, то единственная возможность заработать точно совершенно – это срочный рынок Фордс. И на срочном рынке, как я уже сказал, инструменты фьючерсы и опционы. Поэтому изучайте фьючерсы и опционы, если вы не хотите терять деньги на фондовом рынке, если вы хотите защитить свои инвестиции на бирже, на фондовом рынке. Только фьючерсы, только опционы. Как ими пользоваться – вон там. Ссылочка – demetkov.yur.com. Вы перейдете туда. Биржа для чайников для тех, кто совсем ничего не понимает. Для тех, кто что-то понимает – опционы. И курс по опционам – это как раз курс по срочному рынку. И если вы приобретете курс по опционам, то вы будете понимать все в срочном рынке, потому что при приобретении курса по опционам, если вы еще не проходили курс биржи для чайников, курс биржи для чайников прилагается. То есть вы получите сразу два курса – и курс биржи для чайников, и курс по опционам. Если вы прошли уже курс биржи для чайников, то курс по опционам у вас будет с учетом этого, то есть в два раза дешевле. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы это сделать, если вы хотите заниматься трейдингом, если вы хотите зарабатывать денежки. На сегодня все. Подключайтесь, не забывайте. Следите за моими видео и зарабатывайте деньги. Удачных вам инвестиций. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.